Каждый день дома, на работе, в дороге, мы испытываем переживания, которые заставляют нас по-другому себя чувствовать и ощущать. Переживанием может быть и предложение повышения на работе и потеря ключей перед выходом из дома. По-другому такие переживания называют стрессом. Бытует мнение, что всех стрессов нужно избегать, но это совсем не так. Стресс как таковой сам по себе не может считаться вредным, он необходим для повышения тонуса жизни, так утверждают ученые. Однако, частые стрессовые ситуации и различные отрицательные эмоциональные воздействия нарушают нормальную деятельность коры головного мозга и центров гипоталамической области. Давайте разберемся, что же все-таки такое стресс. Стресс – это напряженное состояние человека, возникающее у него в ответ на воздействие экстремальных факторов внешней ситуации и проявляющиеся на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. В нашем фильме мы расскажем о том, что мы знаем о возникновении стресса, его гормональных эффектах и их последствиях для сердца. Жизнь человека наполнена различными ситуациями, реакция на которые может быть самой разнообразной. И проявлением данной реакции является выражение эмоций. Эмоции – это одна из важнейших сторон психических процессов, которые характеризуют переживания человеком в действительности, его отношения к окружающему миру и к самому себе. Согласно центральной теории происхождения эмоций Шеррингтона, в мозге человека находятся зоны, ответственные за те или иные эмоции. Так, при раздражении ядер миндалины у человека возникают состояния страха, гнева, ярости, иногда удовольствия. Стимуляция перегородки, как правило, сопровождается эйфорией, наслаждением, сексуальным возбуждением, общим подъемом настроения. При раздражении переднего и заднего отделов гипоталамуса наблюдаются реакции тревоги и ярости, а при стимуляции среднего отдела – реакция гнева и сексуального возбуждения. Но нужно отметить, что конкретные эмоции нельзя связать с функцией ограниченного круга мозговых структур, так как каждая из них имеет отношение и к положительным, и к отрицательным эмоциональным состояниям. Эмоции у здоровых людей спонтанно возникнуть не могут. Для этого необходимо внешнее воздействие. И речь идет не о физическом или химическом воздействии на организм человека, а скорее о психологических аспектах, которые, к примеру, мы можем уловить зрительно или же услышать. Таким образом эмоциональные зоны активируются с помощью нервных сигналов, поступающих от всех органов чувств, направляются по нервным путям ствола мозга в кору, проходят через зоны эмоций. Сигналы, исходящие от коры, тоже проходят через эти структуры. После того, как нервный импульс прошел через зоны эмоций, в особенности негативных, происходит резкое повышение содержания в тканях, особенно гипоталамической области, уровня адреналина и дофамина с одновременным снижением содержания норадреналина. Далее происходит увеличение концентрации всех катехоламинов адреналина, норадреналина и дофамина с параллельным повышением их метаболизма. Катехоламины способствуют экстренному выделению кортиколиберина из зон его депонирования в гипоталамусе, который поступает в аденогипофиз. Затем под его влиянием вырабатывается адренокортикотропный гормон, влияющий на кору надпочечников, и результатом этого влияния является выработка глюкокортикоидов. Адреналин проникает через гематоэнцефалический барьер и накапливается в гипоталамусе и коре головного мозга, а также в печени и сердце. Но, как известно, все ресурсы истощаются, и налаженная система рано или поздно приходит в упадок. Так происходит и с симпатоадреналовой системой. Содержание адреналина в надпочечниках и поступление его в кровь снижаются. Не исключена возможность трансформации церебрального норадреналина в адреналин при формировании стресс-реакции. Происходит срыв адаптивных регуляторных механизмов, и организм страдает вследствие невозможности адекватного энергообеспечения адаптационных процессов. Таким образом, по современным представлениям, симпатоадреналовая система, обеспечивающая формирование реакции тревоги, и гипоталама-гипофизарно-надпочечниковая система, с которой связывают формирование реакции защиты, тесно взаимосвязаны между собой. Если на организм человека постоянно оказывать психоэмоциональное давление, то рано или поздно в его организме произойдут функциональные перестройки, и способность закреплять эти изменения называется пластичностью. Это свойство обеспечивает возможность развития нервной системы, образования новых связей, обучения, структурных перестроек и другое. Однако пластичность – это слепая сила. Она закрепляет не только биологически полезные, но и патологические изменения. Благодаря пластичности закрепляются возникшие структурно-функциональные патологические изменения в нервной системе. Каждый из нас когда-нибудь слышал такое выражение, как «стрессоустойчивый человек». И это не пустая фраза. Каждый человек по-разному переживает те или иные ситуации. Для одного даже самая неприятная ситуация – не беда, а для другого – малейшее изменение планов – уже целая катастрофа. И у людей, которые могут контролировать свои эмоции, пластичность закрепляет образование нормальных нервных связей. А у людей, легко поддающихся негативным эмоциям, тревожности, образование нервных связей идет по патологическому пути, и пластичность этот путь и закрепляет. Всем известно, что сердце регулируется нервной и гуморальной системами, и вот как это происходит. Сердце иннервируется вегетативной нервной системой, регулирующей зарождение возбуждения и проведение импульсов. Она состоит из симпатических и парасимпатических нервов. Преганглионарные симпатические волокна отходят от верхних пяти грудных сегментов спинного мозга. Они имеют синапсы в верхнем, среднем и нижнем шейных ганглиях и звездчатом ганглии. От них отходят постганглионарные волокна, образующие симпатические сердечные нервы. Веточки этих нервов идут к синусовому и атриовентрикулярному узлам, проводниковой ткани мышц предсердий и желудочков и венечным артериям. Эффект симпатического нерва осуществляется посредством медиатора норадреналина, образующегося в окончаниях симпатических волокон в миокарде. Парасимпатические волокна сердце получает из блуждающего нерва, ядра которого расположены в продолговатом мозге. От шейной части ствола блуждающего нерва отходят одна-две веточки, а от грудной части три-четыре веточки. Преганглионарные волокна имеют свои синапсы во внутристеночных ганглиях, расположенных в сердце. Постганглионарные волокна идут к синусовому и атриовентрикулярному узлам, предсердной мускулатуре, верхней части пучка гиса и венечным артериям. Наличие парасимпатических волокон в мышце желудочков еще не доказано. Медиатором парасимпатических волокон является ацетилхолин. Блуждающий нерв является кардиоингибитором. Он замедляет сердечный ритм, оказывая тормозящее воздействие на синусовый и атриовентрикулярный узлы. Глюкокортикоиды, приносимые к сердцу с током крови, непосредственно на сердце не влияют, но они повышают его чувствительность к ацехоламинам, что впоследствии приводит к положительному хронотропному, батматропному, дронотропному и инотропному эффектам. Именно благодаря этим процессам во время стресса нам кажется, что земля уходит из-под ног, сердце так и хочет вырваться из груди. Безотступная, всепоглощающая печаль, заботы разрушают тело, открывая доступ к нему всяческим заболеваниям. Радость же, делая вас чувствительными к каждому биению жизни, каждому впечатлению бытия, безразлично как и физическому, так и к моральному, развивает, укрепляет тело. Так писал Иван Петрович Павлов. Величина всякого несчастья измеряется не сущностью его, а тем, как оно на человеке отражается. Генрих Сенкевич. Важная роль принадлежит воспитанию с детства не только культуры поведения, но и культуры эмоций. Вполне в наших возможностях оградить себя и окружающих от поводов для необоснованных конфликтов, ссор, избежать травмирующего влияния раздражения. Для этого достаточно бывает сдержать свой порыв обиды, возмущения, недовольства. Собой владеть, все одолеть, говорят в народе. Лев Николаевич Толстой подчеркивал, что истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. Однако управлять эмоциями, владеть собой, не значит оставаться равнодушным и непринципиальным. При сдерживании эмоционального стресса не должна, естественно, подавляться личность человека, так как эмоции – это основа творческой жизни.